Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить XCOM Chimera Squad. В прошлой серии, выполняя очередное задание, у нас пострадала наша терминал. К сожалению, потеряла она здоровье. Так, подождите. Да, вот она. Залечивает шрам слабость, снижение здоровья. Из-за этого шрама, будь он не ладен, она же потеряла три здоровья. Три! Поэтому пришлось её срочно восстанавливать. И теперь на очередном задании, к сожалению, у нас не будет поддержки. Придётся использовать штатные аптечки, так сказать. Херувим у нас выполняет секретную операцию. Ещё один день ему остался, и он принесёт нам аж 60 разведданных. Это позволит нам построить ещё какой-нибудь полевой отряд. Это на самом деле достаточно круто. Это даст нам карантин, стабилизацию, недовольство в районе. Класс! Так, также у нас шрам есть у Аксиома. Ну, Аксиома, там шрам на волю, простите, непонятно пока, на что он влияет. Поэтому ничего страшного. Ему пока этот шрам мы убирать не будем. Что у нас по карте? По карте ничего красного нет. Да, у нас карантин же операция была на набережной. Мы её благополучно выполнили, если не считать шрама. И, соответственно, недовольство здесь понизилось. Теперь у нас два варианта. Или городской центр, или трубы. Сюда мы идти пока не можем, потому что мы не раскрыли дело, так сказать. Можем сходить в городской центр. Ключевой персонал здесь. Неизвестные враги захватили заложник, отпустили. Захватили и отпустили в этот район. Как-то забавно. Штаб Икском утверждает, что заложник крайне важен для благополучия Гор-31. Дадут нам голографический сканер. Снаряжение для проникновения. Или же враги захватили учёного, работающего на одной из вертикальных ферм Горда-31. Штаб Икском считает его спасением приоритетной задачей. То есть и там, и там спасение человека. То есть там нам дадут модуль какой-то на броню. Тут, ну, не на броню. Я так понимаю, как гранаты будут действовать. Голографический сканер в начале боя. Или же можем сходить сюда. Это нам ускорит на два дня проект тактическое снаряжение, которое как раз у нас сейчас исследуется. Где у нас? Вот здесь у нас исследуется. Тактическое снаряжение. То есть если мы сходим туда, у нас тактическое снаряжение следуется мгновенно. То есть один день добавится и два дня плюс задание. И сразу мы это сможем использовать. Тактическое снаряжение, соответственно, будет нам давать медицинский пластырь, голографический сканер и анализатор целей. И это всё мы сможем произвести. Но здесь нам голографический сканер дадут за бесплатно. То есть фактически это где-то 40-50 кредитов. Вот этот голографический сканер. А здесь нам просто ускорят. Из исследований мы сможем запустить следующее исследование. Но при этом денег у нас не очень много. И мы толком-то не сможем воспользоваться тем, что у нас исследование ускорилось. То есть фактически мы как бы быстрее это исследуем, но бонус за это мы, так сказать, не получим. Поэтому выбор на самом деле сложный. Ну и голографический сканер. Честно говоря, я не представляю, что это такое. Что он там сканирует голографически, насколько он полезен. Может быть это вообще какая-то бесполезная ерундень. А мы сейчас ради него жизнью будем рисковать. Давайте еще вот что посмотрим. Посмотрим здесь какое задание. Здесь две волны противников, заблокированная дверь и вход. Экстремально сложно. Окей. Здесь тоже две волны. Место фиксации крюка и вход. У нас крюка нет. Место фиксации крюка. То есть тросом кому-то нужно будет. У нас такого пока нет. Давайте, наверное, все-таки вот сюда сходим. В прошлой серии я говорил, что, наверное, за сканером пойду. Но нет. Давайте все-таки вот тактическое снаряжение быстрее исследуем. У нас будет операция свет-код. Свет-код, простите. Что? Световой код. В общем, операция. Растущая индустрия в районе трубы. Задачи растущей. Господи, кто это переводил? Задачи. Растущая индустрия в районе трубы. Отлично. Ожидаем параметры. Заблокированная дверь. У нас есть. Ключ-код. Ключ-карта. Аксиом, если что, откроет. И подрывной заряд есть. Можем, если что, и стеночку, так сказать, подвинуть. Есть у нас две аптечки, в случае чего. Ну все, лучшего, соответственно, у нас нет. И две волны противников. То есть две комнаты. Ой-ой-ой, ладно. Это наша первая операция без медика. Посмотрим, что получится. Сразу без загрузки. Дружесный вид здесь. Супер. Так, какие бусты у нас тут. Дозорный пост. В конце фазы проникновения бойцы автоматически переходят в режим наблюдения. А. Ну давайте, Аксиом первый. У него самый большой урон за выстрел. А затяжка последняя задет, если что, в кого-нибудь ядом плюнет. Кого нужно будет срочно добить. Так, Аксиом рычит. Вышибая дверь, влетаем. Ух ты ж, как их тут много. Громила. О, солдат, стопроцентная точность. Обалдеть. Ты че это? И тут стопроцентов. А, в андроида. 99 страж. Чистильщик. 66 командос. А че, это у него щит такой, простите? Что это так, почему это так показано? Громила. Солдат. Андроид. Я бы на самом деле лучше бы стражу убивал. Я бы лучше убивал стража. Давайте, наверное, мы это и сделаем. Громила. 96 по андроиду. 93 по чистильщику. 93 по стражу. 93 по солдату. Нет, ну стража мы добьем ядом как раз. Критов ни у кого нету? Нет, криты ни в кого не влетают. Кого, значит, мы еще попробуем громилу убить? Давайте попробуем громилу убить. Два урона, всего плохо. Так, пистолетчик, давай. Шилом своим бахай. Бахай, шилом. Страж получит 3 урона от яда сразу и 2 урона в момент своего ухода. То есть он гарантированно умирает. А вот громилу давайте, наверное, будем добивать. Ох, ты еще и кританул. Нет, давай яд. На, 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 на стражу. Давай яд. Супер. Страж, значит, сразу отъезжает. Ни на кого. Ох, ты паника. Ничего себе. Он, а что это с ним? Он своего выстрелил. Анимации выстрела не было. Он просто потрес руками и... Так, все мои встали в наблюдение. Он просто потрес руками и его друг умер. Представляете, насколько страшно? Это, я не знаю, мастер бесконтактного боя. Давайте его завербуем, а, пацаны? Такой боец нужен в отряде. О, игра. Это, знаете, вот я сейчас, минуточка, так сказать, отвлечения. Сегодня, кстати, еще и джирс таксик выходит, но его я буду проходить уже после XCOM'а. Не хочу сразу отвлекаться на два крутейших проекта таких. Сейчас я XCOM сравниваю с Phoenix Point'ом. Что можно сказать? В плане графики, конечно, XCOM на голову круче. Но на голову круче был и XCOM 2. Вот, понимаете, в чем дело-то. То есть, какого-то улучшения по сравнению с XCOM 2 здесь, как бы, я не очень вижу. И там модельки классные были, и тут модельки классные. Как бы все. Но то, что изменили сам принцип игры, то, что в XCOM 2, ну и в 1, собственно говоря, были огромные карты, где вот надо было постепенно раскрывать. Но смысл-то того XCOM'а был такой же. То есть, по сути, смысл был пройти карту поэтапно, не сагарив на себя сразу несколько комнат. Здесь же это сделали сразу коридорно, грубо говоря. Все сделали уже для вас. То есть, немного даже упростили. Но с другой стороны добавили вот этот вход в лед на карту. Это тоже свои какие-то тактические фишки дает. То есть, я не могу сказать плюс-минус это. Это просто как бы немножко в другую сторону ушли. Не знаю. Но мне пока это нравится, скажем так. Но убрали, опять же-таки, вот эти кинематографические заставки. Убрали, не знаю, вот выбор. Даже не то, чтобы выбор персонажей. Выбор персонажей, бог с ними. Так вот это сделали. Как бы там мутантов. Это все. Это может быть и прикольно. Но сейчас вот такое ощущение. Это все выглядит, как будто это, не знаю, даже мод или аддон к XCOM 2. Вот ощущение у меня складывается пока такое. Игра хорошая, но предшественники же были такие крутые. И ощущается какая-то такая, ну не знаю, недосказанность что ли. Ну да ладно. Это все лирика. Так, командная работа. Нам-нам-нам-нам-нам. Может быть нам сейчас перетащить. Если мы перетащим змею, что нам это даст? Змея сможет сходить и кого-нибудь, например... Кого-нибудь... А что, вы замерли? Подождите. Надо нажать что ли еще? Да. Сможет сходить и кого-нибудь зажать. Да, этим навыком надо пользоваться. Я в первых миссиях как-то про него забывал. И нам не стоит забывать, что нужно забрать улику. Так, противников осталось пятеро, даже четверо. Можно сказать, сейчас защитник умрет. Это очень классно, потому что он ни на кого свой баф и чертов эти щиты не навесит. Кому мы можем еще вломить? Можем этому солдату вломить. Но он и так оглушенный. Ой, не оглушенный, а... Он в панике. Не знаю, паника, наверное, сейчас с него спадет. Можем андроиду вломить, подойти. Там чистильщик с огнеметом. Если мы вот сюда встанем, допустим... Но андроида вряд ли можно оглушить. Я вот про что. И убить мы его сможем только если максимальный урон пройдет. Хотя и солдаты тоже сам, он тоже с броней. Да, смотрите, солдаты они теперь с броней, а командосы без брони. Можем, конечно, подойти и шарахнуть в командоса. Больше вероятность, что мы его убьем. Здесь чистильщик, скорее всего, подожжет нашего аксиома. Андроид будет стрелять. Так, сложный выбор, сложный, сложный выбор. У нас потом затяжка. У нас останется аристократ и... Как вы видите, господи, верш. И они оба на бой готовности. Так, а если стрелять из дробовика? Солдаты 82%, стражи не надо стрелять. Андроиды 73% и дальше уже мало процентов. Можем попробовать встать сюда. Допустим, попробовать убить андроида. Солдата мы затяжкой скрутим. Если мы вот сюда встанем, то команду с по нам стрелять не сможет. Они смогут стрелять нас только если выйдут вот сюда. Давайте рискнем. Так. 4-6. С выстрела 33 шанс крита. С кулака 3-6. Ну, естественно, с дробовика стреляй. Кого? Да, давай в андроида выстрел. Ах ты ж. Незадачка вышла. Так, нет, своих подтягивать не надо. Можно чисельщика подтянуть. 91%. А можно этого солдата подтянуть. А чисельщик он последний ходит. А ну андроида душить нельзя. Насколько я помню. Давайте попробуем чистильщика. Он, по-моему, самый опасный в этой... ...шайке. Блин, боеготовность сагрил. Побоих сагрил боеготовность. Ладно, будем знать. Но можем теперь его даже не душить. Можем его просто вырубить. Давай, вырубай. Значит, вот так вот. Вот, простите, задел микрофон очередной раз. Андроид. Вер, ой, держи. Ой, всего два урона. Так, разозлился. Ох ты ж, он сейчас кого-то ударит. Только не андроида. Спасибо. Андроид же взорвется. Так, солдату прилетело. Но, к сожалению, он жив остался. Да, друган сгорел. Так, сейчас, на самом деле, можно отойти куда-нибудь вот сюда и подорвать андроида. Давайте вершим вот сюда, отойдем. И застрелим андроида. Да, супер. Ай-яй, три урона, плохо. Так, и аристократ. 62%. Ну, пробуй, это действие не закончит. Отлично, убил. А в него сколько? 39 всего. Ну нет, ничего не надо, просто иди вперед. Наблюдение всегда на чеку у него сработало. Как он? Ну, это у него навык сработал. То есть, всегда он встает в наблюдение своим последним действием. Так, нам нужно, во-первых, вырубить Командоса, во-вторых, забрать улику. 85%. Ну, пробуй. Только не сломай, смотри, улику. Так, противник дезориентирован. Так, а еще можно и кнопку нажать, ну отлично. Сейф с контрабандой. Невероятно. Так, затяжка-то давай, подходи. Даже лечиться, наверное, я сейчас не буду. Притягивай языком. Слушай, а почему не работает? Ну, 62% стреляет. Супер. Без сознания. Так, все перезарядились. Входим в следующее здание. Так, авангард. Первый воспользователь с этим входом. Боец получит плюс один к защите до конца боя, кстати. Это плюс один к броне, я так понимаю. Рядом с этим входом меньше агрессивных противников. И блокируем замедленное действие оружия. Последний воспользователь с этим входом бойца будет выведен из строя. Ай-яй-яй-яй, меньше агрессивных. Но последний у нас останется без оружия. Но это опять можно Аксиома сюда кинуть. Потому что он там с дробовиком. И, грубо говоря, если что, он просто в ближний бой ломанется. Авангард. Первый воспользователь с этим входом. Боец получит плюс один к защите до конца боя. Но с другой стороны сюда бы Аксиома было бы неплохо кинуть. Но тогда здесь кто? А здесь у меня только Аксиом сможет зайти. Ай-яй-яй. Тут только Аксиом сможет открыть эту дверь. Потому что у него ключ. Есть меньше агрессивных врагов. Ну давай. Первый воспользователь с этим входом. Боец получит плюс один к защите до конца боя. Но агенты, вероятно, будут ранены. То есть здесь много бойцов. Агрессивных, так сказать. Те, которые смогут в первый ход выстрелить. Слушайте, на самом деле сложно. Отменить задание можно. Ну да, ну да. Захватить вход. Рядом с этим входом меньше агрессивных противников. Если сюда мы зайдем, то мы зайдем безопасно. Но последний у нас боец останется без выстрела. На один ход, в принципе, у него перезарядиться надо будет. То есть сначала перезарядиться, потом выстрелить. В принципе, это и не так страшно. Давайте, наверное, все сюда зайдем. Плюс один к защите для одного бойца. Не стоит оно того. Давайте, наверное, даже мы... Кого? Затяжка одну... Нет, затяжка... А, я же затяжку люблю. Последний пускай. Давайте мы опять ее последний пустим. Ладно, перезарядиться она один разок. Ничего страшного. Давайте. Держитесь за мной. Полетели. Здравствуй, друг. Командос. Так, ну давайте смо... Ох ты ж! Ох ты ж! Там мэг стоит. Мэг, 8 хп-шек. Блин, а нам предлагали бойца, которые против мэгов как раз. Их тут шестеро. Их тут шестеро. Так, солдат. А у него... Да что это такое? Из щиты броня? Или это только на первый ход? Интересно. Командос, 89. 4, 6. Большая вероятность убить. Но с другой стороны, мы его гарантированно змеей убиваем. Командоса мы можем гарантированно убить змеей. Громила, андроид и мэг. Командос. А с другой стороны, мы и солдат, наверное, гарантированно змеей. Она же, по-моему, хи... А, нет, хи... И я там не обходит все это дело. А командоса мы, кстати, можем еще и не убить. Нет, давайте рисковать не будем. Стреляй в солдата. Так, четыре урона. Сшило, значит. Сто процентов точность. Можно солдат просто добить. Давайте, наверное, добьем просто солдата. Гарантированно. Не будем рисковать. Так. Вердж. Никого подбрасывать, в принципе, не надо. Нет здесь никого на готовности. Можно попробовать в мэг отстрелять. Снять ему половину хп, чтобы следующим выстрелом его просто убить. Уж только попади. Ай, два здоровья всего. А ты давай ядом убивай вот этого командоса. Ядовитый привет. Супер. А в общем, командос не умер. Он куда побежал? Айд. В смысле их действия. На готовности они все. Так. Защитите ученого. То есть его не должны убить. А как же нам его защитить, если он во вражеском тылу? Так. Противников шестеро. Ну, этот парень сейчас сразу отъедет. Останется их пятеро. Да, он сейчас сразу умирает. Так. Аксен, ты давай бесись. Нужно будет, чтобы ты влетел и кому-нибудь прям вжарил по голове. Три-шесть урона по стрелку. Но он скорее всего сагрит просто на себя весь вражеский огонь. Ну, у него больше всех здоровья. Плюс у него есть вероятность, что... Есть вероятность, что урон по нему всего лишь единичка пройдет. Небольшой, но есть. А есть вероятность, что критом у него прилетит. Так, тоже небольшой шанс, но есть. Так. И по нему смогут выстрелить. Но нам Мэка, конечно, надо будет убить вот аристократом и Вержем. Но если мы сейчас сюда не побежим, есть шанс, что этот стрелок просто убьет нашего Випа. Поэтому давайте, давайте рисковать. Я не хочу проваливать эту миссию. Пять урона. Да, друг у нас умер. Андроид сам уничтожение подрубил. Ну, понятно. Полетели криты, к сожалению. А, бежит. Давай, давай, давай. Ах ты, нет, черт не взбесился. Так. Ладно, давай метким глазом. Можно попробовать добить стрелка, чтобы он не стрелял. андроида. Мэк. 65 процентов, 70 процентов стрелка. Не, давайте в Мэк метким глазом попробуем. Только поди. Ну, почему, когда точность меньше 100, это значит, что как бы все, промах. Ну, почему так-то, а? Ну, точность 65, это же много. Так, кажется, мы потеряли. Тянем. О, о, вот про это я и говорил. Ну-ка взбесись, врежь кому-нибудь. Отлично, давай, 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 давай. Куда побежал? Андроиду. А, он же взорвется. Ах ты ж, нет, не взорвется. Ярость проходит. Вердж. Тебе надо на психику повлиять. Боевое безумие. Давай на Громилу. Это же Громила выделился, да? А Громила, выстрелили по-своему, пожалуйста. О, чья-то фотка. Интересно, это разработчик какой-то или кто? Это, конечно, хорошо, но у нас остался один хп у Аксиома. И мэка мы никак не убиваем. Здесь, конечно, шанс крита, но это вряд ли нанесет так много урона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аксиом, 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 Аксиомушка. Кажется, ты снова сейчас без сознания у нас упадешь. Ну, стреляй. Он еще и промахивается. 88%. Есть, курить просто. Ой, Мэк, что будешь делать? Гранатой? патроны кончились опять 91 процент 91 до зацепила отлично души так но их осталось на самом деле двое получается турель и мэг аксиом у нас жив что удивительно держите меня горь семеро так 75 85 по турели потом мне надо турель первой убивать рель надо убивать 1 это шумовая граната здесь естественно работает ой ой как нет турель 4 криты естественно проходят здесь давай пробуй два урона всего лишь плохо возможно турель мы даже не убьем меткий глаз турель 74 мэг 71 ну давай в турель или подлечиться нет лечение полностью действие закончить пожалуйста лопади спасибо теперь надо чтобы ты попал еще в мэг на 71 процент пожалуйста красота слушай а теперь надо чтобы ты просто попал 93 процента 93 прависсимо это все пожалуйста скажите что это все защитите ученого это все а нет смысле продолжать опутывание подкрепление что еще будет или нам прям подойти надо прям подойти видимо надо крепление неминуемо ну понятно так как все давай бегом сюда к дверям а это ученый так как бы нам как бы нам этого громил то убить не как например почему нельзя убить сейчас вот эту громилу можно подойти стукнуть его задержанием или нет аристократ подойти вот дубинку ударь ну почему нельзя чему нельзя подойти ударить сейчас же подкрепление миллион человек прибежит сейчас подкрепление просто прибежит миллион человек а я ничего не могу сделать с этим чертовым громилой ладно давай подключи затяжку мало ли что еще будет здесь доступные действия давай беги или бросьте его сейчас этого громилу так верш интересно откуда враг придет откуда мне с улицы на прот отсюда прибегут они хотя здесь дверей нет откуда может прийти враг вот через эти двери откуда вы пришли вряд ли он придет с точки эвакуации а вот показано откуда отсюда враг придет давай на бою готовность действие не потратится же давайте так так ты давай ученый беги убегай или нам еще а нет не дают ход я уж обрадовался нам под еще дадут кого так 3 урона неплохо у них двое смог сходить так как все он ты давай сюда перед тем как уйти брось свет шумовой вот им сюда так еще выстрелить сможешь ух ты чё си попробуй страж так был а нет не страж кто первый ходит солдат вот попробовать этого солдата убить сожалению не убил теперь уходи так ты давай сюда ты же уже не сможешь выстрелить дай уже выстрелить не сможешь просто эвакуируйся ну вы же не будете попадать вы дезориентированы просто скрита лови дезориентированный блин так как то теперь ходит вот этот солдат он его не видит да да он его не видит выстрел стражи бесполезен еще и промахивается ладно уходи я очень надеюсь что затяжка сейчас срывка сможет добежать если не сможет это беда нет она добегает отлично фух мы справились отлично все сейчас то все все так серьезно ранен серьезно ранен три врага 60 процентов шанса 20 развед данных разработки этого ученого обещают увеличить урожай ферм почти в три раза если бы не вы за него запросили бы огромный выкуп отлично фу 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 да это было непросто это было непросто надеюсь что обошлось без шрамов потому что сильно наши бойцы пострадали нет обошлось без шрамов так 30 лере нам выдали до запрос допрос задержанных 20 развед данных минус 2 но отлично все прям супер так поступление из архивов местные говорят что в трубах самая лучшая работа это правда пять лет назад я едва сводил концы с концами а сегодня горжусь этим городом то что мы делаем здесь скоро изменит мир если мы донесем до него эту мысль и решим свои проблемы путеводитель весь клоповник понятно проект завершён тактическое снаряжение сразу у нас агент херувим докладывает о выполнении специальной операции патрулирования ну отлично шрам агентов че у вели и силе что воли снижена на 30 ну супер хотя и не знаю по прежнему на что влияет воля ладно пока не мешает и и ладно потом выучим его так что-то нам опять какой-то непонятный там диктор вещает так у нас много развед данных у нас много и лере у нас только кредит в мало так нам в приоритет ставит доработанную броню новый предмет на складе улучшение доработанная броня что-то там рассказывает очень интересно наверное доработанная броня я так понимает повысит нашу живучесть стоит это 70 лере будет восемь дней аж изучаться аж восемь дней можем конечно нет доработанную броню давайте первое или опытные пылевые отряды пылевотряд можно уши до второго уровня этаж три дня будет да нет пока первые уровни настроим вторые потом будут у нас давайте доработанную броню отлично особая операция завершена принес нам 60 развед данных это круто так 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 не занят агенты поступления полевых отрядов новые предметы медицинский пластырь восстанавливать очка здоровья всем бойцам у этой точки проникновения медицинский пластырь от миниатюрной аптечки созданы специально для агентов они позволяют привести порядок ранних бойцов и продолжить операцию восстанавливать два очка здоровья всем бойцам в этой точки проникновения сканер применять голографическая прицельника всем врагам рядом с этой точкой проникновения агент может бросить графических скан в точку проникновения чтобы обеспечить все доступные цели понятно анализатор цели пушает вероятность бойцов нанести крит урон рядом с этой точки проникновения на 50 ну все конечно очень интересно но ну да все полезно но все очень много денег стоит все стоит очень много денег уровень анархии недовольства изменился что по заданиям у нас это все это все не боевые насколько я понимаю да это все не боевые задания установить контакт с рынком собирателей мы сейчас можем найти пропавшего информатора за 45 разведданных или странное устройство за 60 кредитов или контакт с рынком собирателей наш информатор в гадющем гнезде предоставляет нам доступ к своей сети поставщиков можем связаться с ними узнать нет ли у них чего-нибудь интересного вот это конечно круто может быть даже это но у нас выбор сейчас или получить ресурсы или получить непонятно что это не очень хорошо но на самом деле очень хорошо что день без боев значит у нас сейчас медик спокойно вернется а вот если допустим назначить сюда в два раза быстрее становится доработанная броня четыре дня этот бак такой смотрите сейчас четыре дня до останется службы четыре дня по-прежнему лайфхаки ребят давайте ради интерес просто посмотрим останутся ли сейчас эти четыре дня или 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 тетки на 8 дней сбросится чизирим потихоньку так ладно что нам здесь также лере разведданные и кредиты все то же самое так мы кстати можем поставить новый полевой отряд у нас по одному отряду каждого вида сейчас есть в принципе можем еще поставить улучшить мы пока не можем потому что нужно там исследование провести на отряда второго уровня до опытные полевые отряды нам нужны ну да ладно мы на дважды нам хватит я думаю что хватит он сейчас один новый сколько стоит 65 лайном на следующий там сколько хотя может быть не хватит у нас 75 всего останется может быть даже и не хватит так у нас стать пятница то что мы сейчас поставим отряда они сработают только на следующей неделе а я 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 но давайте поставим на самом деле может быть даже поставим его нет наверно даст я даже кстати вот не знаю где их лучше ставить так минус этим недовольство жителей от район за нейтрализацию кризисов минус 2 недовольство жителей каждую пятницу из одной широко разведки заполнение заданий в этом районе с одну очку разведки от мало 15 лере за выполнение задания но слушать вот это на самом деле очень полезно все ставить дополнительные кредиты и лерий в принципе тут не угадаешь но может быть давайте даже в этом районе что ли поставим какой вот нам лучше сделать на кредиты давайте на кредиты потому что ты не исцелерим нас проблемы на самом деле давайте 1 на кредит ставим а следующий следующий да не также 65 кстати стоит 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 также 65 на разведданные еще поставить чтобы 20 недель приходила или на и лерий принципе разведданные нам нормально приходит за счет захваченных врагов поэтому давайте наверное мы за на и лере поставим еще один отлично и сейчас мы можем провести стабилизации недовольства не позволяет уровне удовольствия жителей выбранном районе расти в течение двух дней ох тыж а это можно вот сюда кстати кинуть а нет сюда смысла нет кидать потому что на следующий день на скорее всего здесь откроется задание мы его выполним и все недовольство скинем обратно поэтому это пока не трогаем мы карантин кинем на какую-нибудь зону которую вместе вот здесь задание появится где-нибудь еще мы туда кинем карантин чтобы там не повысилось недовольство это будет неплохо весьма так херувим херувим оружейной как вы посмотреть появилась на никак не посмотреть опыт здесь нигде не отражается опыт не отражается может быть тогда опять его отправим на конте операцию чтобы он просто так штаны не просиживал тем более недели все равно сейчас пустая за кредитами его отправить за разведданными лиза и лере вот кстати нам может понадобиться чтобы на следующий там такие серьезные исследования нас и лере по сути нет давайте отправим его за и лере скай разведывает так ну что давайте наверное определяться что мы хотим здесь делать кризис установить контракт с рынком собиратель вы слушайте очень хочется взять вот что-нибудь из этого или разведданы или те же деньги ну 115 денег у нас будет потому что даже если мы сейчас откроем контакт с контакт с рынком собирателей у нас банально 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 денег не будет чтобы там что-то купить поэтому прям даже не знаю установить контакт с рынком собиратель но смысла нет нет смысла нам сейчас устанавливать мы такие установим а с чем мы туда придем 55 кредитов 10 разведданных 25 лере над нами там посмеются и просто не знаю с санными трапками прогонят потом оттуда давайте наверное лучше денег вот возьмем во время обычной операции по задержанию полиции 31 обнаружил страну устройства такие случаи попадают в нашу зону ответственности они вежливо просили его забрать давайте один или несколько агентов ничем не занято это кто у нас не послался на операцию что ли да слушать что-то не посрала не послал себя простите давай херувин дуй на операцию будешь у нас такой штатный оперативник по спецоперациям давайте заберем денюжки отправить бтр отправить бтр не вызвать кризис автоматически завершите день готовы да готов так 60 кредитов уровень недовольства повысился как оказалось устройство не имеет отношения к нашему расследованию но кто-то в городе 31 продолжает эксперименты с инопланетными технологиями я сообщу в штаб отлично агент терминал завершает курс подготовки вы носливость так священная спираль защищать людей для генетических экспериментов выживший после них перестает быть людьми освечен кем это недопустимо найдите фанатиков остановить их и спасите всех кого еще можно ей вот нам и задание на следующую серию так священную спираль пишет людей для генетических экспериментов же выжившие перестают ну понятно это уже мы читали это мы читали священная спираль вот ей так я так устал а до полудня еще далеко ангибрит сварщик а что тела хлопья которые копошатся во рту так точно а почему они копошатся это же генетически выведены черви в хрустящей корочки просто добавь теплого молока и хрусти ужас какой какого молока из спячки черви выводят секрет любого теплокровного млекопитающего добавь одну каплю и хрусти звучит замянчиво но я человек не можно есть эти хлопья конечно хрусти можно есть почти всем даже мне я сказал почти сектоиды ни в коем случае не должны есть хрусти какая досада ну понятно нет все-таки 4 у нас не получилось так же семь дней осталось так у нас тут покупает и лерий здесь так но нет медика я думаю на операцию нужно будет взять да вот смотрите у нас побег из тюрьмы здесь появился блин убей уберись до изучите заброшенную клинику экстремально сложно минус 2 недовольства в районе 35 кредитов окей и появилась у нас задание побег из тюрьмы за 35 лерия но но точно нет ну даже и смысла нет карантин сюда назначать прибавится на 3 ничего страшного так изучите заброшенную клинику ну понятно сюда мы пойдем по 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 карта города у нас сейчас пять бойцов то есть мы можем кого-нибудь оставить на базе кто у нас дома останется может быть даже на вот эти вот аксиом решим и залечивать шрам ну нет нет аксиом занят агент такие недовольство изменилось окей расследование окей подготовка новых ведь уровней подготовки там нас пока не появилась до способности до на следующем уровне откроется новый тренировочный курс поэтому пока никого не надо но терминал мы естественно возьмем на это задание медика это сильно кого мы оставим а хотя знаете давайте кого мы оставим уже решим следующей серии пускай наши ребята пока отдыхают мы тоже пока отдохнем всем спасибо кто посмотрел это видео если она вам понравилась ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это всегда очень приятный крайне полезным для развития этого самого канала еще раз всем большующее спасибо и всем пока